уважаемые друзья рыболовы всем крепкого здоровья привет мы сегодня с известным безмотыльщикам который мне кажется даже уже не требуется в представлении сашей зайцевым будем обсуждать самые мы не будем делать знаете как вот делать некоторые видео там топ-10 мормышек там по без мотыльной для для безмотыльной ловли мы не будем ограничиться вот будет там 3 мормышки сам ходовая мы их покажем будет 5 покажем 5 до саш ну да конечно потому что как бы у каждого свое бывает люди ловят там вообще просто на одну мормышку на чертик одного веса по всем глубинам и считает это правильно есть и такие да саш скажи пожалуйста какие вот лично конкретно вот у тебя самые вот любимые твои мормышки те из которых ты как правило начинаешь рыбалку ну давай скажем так нужно во первых отталкиваться от условий рыбалки от глубин вот отсюда будет плясать вес мормышки классикой именно по тем водоемом где я ловлю в основном это горьковское море реже это волга точнее чебоксарское наш водохранилище заливы волжские еще реже это озера какие-то там старицы небольших речек на первом месте выделяю латунный шарик точнее гвозди шарик с латунным шариком шарики могут быть как золотого цвета там серебряного медного черного но классика это именно золотой цвет шарика все наверно видели эту мормышку знает собственно вот моя любимая мормышка это гвоздик с латунным шариком сам универсальная которая работает в большинстве перечисленные мною водоемах по глубинам соответственно уже выбираешь вес мормышки опять же любимые веса это 0 35 грамма это вот так это я взял 0 6 гвоздик я его реже использую вот на 35 грамма вот такая вот мышечка маленькая компактная ловит все от плотвы до окуня там подлещики очень уловистая модель очень уловистый вес и очень уловистые пропорции то есть маленькая тельца не крупный крючок не крупный шарик убойная мормышка если я нахожу рыбу на глубинах до трех метров точнее даже до двух с половиной относительно небольшие глубины ставишь эту мормышку и ловишь рыбу если она есть под лункой она как правило всегда клюет вот добавлю то что у нас на водохранилище где совершенно нету течение 0 35 грамма в особо сложных условиях работает на 4 метрах то есть все рыбы вообще не плюет если она прям там вялая 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 ставишь на 35 гость и до 4 метров спокойно лучше да абсолютно верно можно ловить и на 4 метров если нет течения если не сильный мороз потому что в сильный мороз на достаточно большой глубине проблематично ловить на мелкую мормышку потому что леску постоянно закусывает льдом вот а так да конечно безусловно вот мелкая мормышка может и кто-то ловит такими мормышками я знаю там чуть ли не на 7 на 8 метров это конечно для меня дико но есть люди которые загоняют такой вес на большие глубины и ловит успешно плату там того же подлещик но тут опять же зависит от кивка то есть нужен правильного теста и правильные мягкости кивок и от лески соответственно на такую мормышку не стоит ставить слишком толстую леску чтобы она нормально играла достаточно там максимум это 01 в идеале конечно это 208 но я очень редко использую тонкие лески без мотылки но не люблю слишком они часто путаются липнут к рукам и я достаточно агрессивно подсекаю не люблю подолгу возиться с рыбой хочется ее поскорее выдернуть поэтому тонкие лески на любителя ну да но и плюсом ко всему частенько на 0 35 гость бывает садится рыба которую ты явно не ждешь в частности вот у меня последний ну так скажем трофей это было шнурок такой грамм где-то на 500 то есть щучка клюнуло на 0 35 гвозди шарик причем клюнуло четко за краешек губы я и вот поэтому 01 лишь до 01 ниже опускаться в безмотылки как бы можно но можно в редких можно поставить леску 012 она будет нужна именно в тех случаях когда вы ловите достаточно крупную рыбу на глубине скажем метра и меньше на меликах на меликах когда ты подсекаешь там кирпич то есть нужно ее как можно быстрее поднять извлечь из воды то есть если слишком тонкая леска даже там 01 один рывок лески мало там все метр растяжки не хватает лопается так что тут полезки как же ну как как бы опять нужно отталкиваться от глубин ну да ну и плюсом ко всему у меня была возможность потестировать данную мормушку на очень запрессованных водоемах и абсолютно никакой разницы между леской 0074 и леской 01 нету за тем лишь исключением что 01 ты нормально вытаскиваешь окуни на 250 грамм она 2074 ты с ним пыхтишь вот вся разница ну как бы продолжая тему значит 035 это будем так говорить мой любимчик следующий тоже из латунных шариков из гвоздиков это 052 мормышка 050 52 там 055 плюс-минус как бы тоже гвозди шарик не сильно влияет да тоже гвозди шарик гвоздика с латунным шариком тут уже шарик идет покрупнее соответственно крючок уже идет покрупнее тельце подлиннее такая мормышка нужна при ловле на глубинах от 3 там до четырех с половиной метров ну если я на таких глубинах нахожу рыбу неважно активно или нет первую очередь я беру удочку привязанную с такой мормышкой если уже там на классику не клюет там уже пошли другие мормышки что я еще могу выделить из всего вот этого многообразия да можно как бы любую мормышку выделить но ты не сказал любимые значит любимые то есть следующее это тоже гвоздь только уже с кубиком сырным кубиком точнее с желтым вот гвозди кубик все его наверно видели слышали ловили очень люблю эту мормышку вот на нее клюет как раз таки бывает тогда когда на латунь не ловится то есть рыбу находим на латунь клюет но не так как хотелось бы и частенько сырный кубик выручает особенно особенно в глухозимье да я помню у тебя даже было видео чисто вот на эту мормышку но ловил не только я это заметил заметили многие мои знакомые друзья а также клиенты которые покупают мамышки говорят что гвозди кубик почему-то работает только в глухозимье там по первому льду и весной не очень принципе я согласен с этим утверждением у меня вот твой гвозди кубик ну сырный кубик работал когда я ловил получается на безмотылку с борта лодки да очень хорошо работает с этим борта да я тоже попадал дальше едем вот такой вот неоновый шарик и принципе в принципе они похожи именно по тому времени когда они выстреливают то есть сырный кубик и вот неоновый шарик вот такой вот ядовито-желтый то есть то же самое на классику берет не очень тут уже пробуешь то есть попробовал кубиком попробовал неоновым шариком бывает что не он выстреливает часто такое было бывает что он выстреливает очень хорошо в пасмурную когда идет снег когда слабое освещение под водой мормышка яркая шарик очень яркий особенно если здесь вот как бы это не сильно заметно такой немножко тускловатый но если вы выйдете на лед то есть на фоне снега он прям будет очень сильно как бы светиться гореть хорошая мормышка тоже вес кстати сырного кубика и вот это у него на у шарика 0 4 грамма глубины идеально это где-то три метра плюс-минус то есть четыре метра уже как бы легковато два метра тяжеловато вот три метра три там три с половиной в идеале 3 это вот если по глубинам ориентироваться так дальше что у нас из гвоздиков из гвоздиков пожалуй пожалуй можно еще наверное выделить граненый хамелеон без шар ну диско шар да вот у нас кстати на главу это висит диск шар потом володя заснимет его покажет вот такая вот мышечка ну конкретно это в оливковом цвете тоже из любимых это же весе 0 4 грамма глубина 3 метра всегда пробую его на такой глубине не обязательно навязано несколько удочек с разными мормышками то есть уже методом проб смотришь на что будет клевать лучше так но это у нас все что касается гвоздик да пожалуй наверное есть еще кстати там кошачий глаз там кубики хамелеон абсолютно все работает кошачий глаз кстати часть часто ловит еде да 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 вот есть такое есть такой сам ловил попадал работает поедет но как бы до разговор идет о любимых это как раз именно они все остальное тоже работает но последнее время вот именно на горьковском море где я чаще всего рыбачу эти мормышки как то так вот отошли на второй план я тоже их иногда привязываю но перевязывать все как бы не всегда получается и остальные мормышки они работают чуть хуже хотя знаю то что опять же там клиенты берут там из разных регионов у кого-то там кошачий глаз вообще номер один у кого-то хамелеон кубик там косят рыбу все зависит от водоема и от веры в приманку вера в приманку да абсолютно я дальше из любимых как ты думаешь что я думаю что черти до чертей у меня под чертей у меня отдельная коробочка разные формы разные веса если с гвоздиками я как бы выделяю там какие-то веса то здесь нельзя выделить потому что работают все зависимости от течения от глубины да то есть от 0 там третьих от микро чертей и да там грамма и ну реже выше выше я редко ставить что черта просто в таких условиях когда работают на мышке больше грамма я стараюсь не ловить но не люблю я сильное течение но бывает конечно приходится ставить есть мне тут прямые огромные черти там полтора программа черт это прям вот не знаю может быть даже номер один каких-то случаях ну да вот точно не номер два то есть это единственное что он менее универсален чем все-таки гвоздик хоть и это как бы спорный момент да многие говорят что черт это сам универсальная приманка я с этим не соглашусь потому что бывает такие дни когда на чертик вообще не клюет то есть ну просто вообще не клюет чтобы на гвоздик вообще не клевала и и такими не бывает потому что если ты найдешь рыбу на гвоздик все равно там плохо но клюет вот но зато бывают такие дни когда клюет только на черта особенно на горе-море солнечную погоду когда подо льдом много света допускаешь камеру подводную и видишь там прям далеко далеко насколько позволяет прозрачность воды таких условиях черт часто стреляет камбу на памяти очень много случаев когда именно чертик выстреливал если например мы находим плоту или там окуня на глубине там свыше 4 метров течение соподдувает черт бывает прям вот вне конкуренции обязательно нужен правильный кивок под черта то есть если скажем на гвоздик мы можем поставить и пленку и лавсан и металл в принципе будет совсем работать то на черта кивок нужно прям подбирать более скажем так тщательно потому что чертик требует более такой скажем так не то что правильные игры размеренные размеренные четкой да поэтому кивок для черта подобрать сложнее чем для гвоздик хотя на чертик можно также ловить и на пленку абсолютно спокойно и на лавсан но все-таки для черта больше все-таки металл мне кажется подходит хотя на глубинах до 3 метров особенно в мороз лучше рентгена на кивка я в принципе не знаю чем мороз я люблю ловить на рентген ну это вот самые любимые есть еще свинцовые мормышки которые я тоже ставлю иногда признаюсь честно иногда ставлю не всегда но бывает что прям тоже стреляет давайте вот выделю хотя бы там пару моделей одна из модели которая отлично работает временами это шумахтинская мормышка сейчас я постараюсь найти я надеюсь я взял коробку с ними да конечно то не есть давай сюда вот такая вот мормышечка форме типа банана типа лодочки оснащение латунный шарик маленький и цепочка застоплены все кембриком хорошо работает мормышка дает подвязанная значит лески под водой дает хорошую раскачку то есть она вот так кивает были рыбалки когда это мормышка реально выручала и делала прям хороший улова по крупной рыбе и свинца из однокрючков мормышек еще могу выделить мормышка называется ладья так давно я ее полюбил ну я ее разловил и прям вот отлично работает она чем-то похожа на шамахтинскую по форме только у нее такая вот скошенная жопка так скажем то есть у нее получается две плоскости 1 потом приблизит камеру посмотрите как бы одна лыска вдоль всего тельца и еще жопка как бы срезана то есть получается у нее две лыски мормышка в воде тоже дает очень хорошую раскачку эти уже мормышки работают свинцовые именно хорошо по пассивной рыбе которые прям вот не чертик не гвоздик не хочет рыбы есть и тут уже иметь смысл поискать что-нибудь свинцовые свинец воде работает гораздо плавнее чем вольфрам это всем известно игра получается такая как бы порхающая и пассивную рыбу такая игра возбуждает ну собственно наверное это все из любимых ну давайте я наверное тоже немножко расскажу о мормышках которые применяю в своем легионе именно это сверловская область саша у нас в основном рыбачит на горьковском водохранилище ну и я вот на урале у нас на урале часто очень даже часто люди кормят лунки мормышем ну и соответственно ввиду того что я достаточно долгое время занимался изготовлением нахлыстовых мушек участвовал там разных конкурсах и так далее и вместе с тем была у меня любовь к безмотыльной мормышки и поэтому получился такой мормыш на вольфраме который очень ну я бы сказал хорошо копирует настоящий природный прототип мормышка получилось достаточно универсальная потому что у нас в уральском регионе на нее ловится платва на нее ловится лещ на нее ловится окунь и на нее ловится даже щука то есть такая мормышка без которой я вообще в принципе на рыбалку не выезжая то есть в коробке должна быть обязательно дальше точно так же как и у саши я часто рыбачу на гвозди шарик и как правило это черный гвоздь и золотой шарик веса различные все зависит от того на какой глубине сейчас нахожусь есть тяга нет тяги ну и соответственно размеры бы то что иногда бывает сорожка совсем маленькая ставишь леску 01 ставишь там 035 гость и пошел колбасить но как правило если на реке допустим я рыбачу то особой разницы между 035 гвоздиком и гвоздиком побольше взятым осознанно под небольшую глубину из расчета на то что может клюнуть достаточно крупный окунек я не увидел так скажем то есть частота поклевок примерно примерно одинаковая просто более тяжелым гвоздиком иногда бывает получается делать более агрессивную игру которая все-таки раскачивает рыбу вот более маленьким гвоздиком иногда бывает плохо соблазнять ну достаточно крупных окуньков я имею ввиду такие нюансы частности какие-то такие да дальше черти точно так же я использую черти самый любимый чертик это у меня чертик овсинка чертик овсинка и как правило на черте я ловлю на водохранилищах на глубинах 5-6 метров на этой глубине настоящей воде я использую примерно 0 5 0 6 чертик овсинку ловит ну прямо прям очень хорошо ловит и подлещика ловит и крупного окуня ловит очень хорошо также немаловажную роль у нас в регионе играет обвес как бы рыба клюет на голого черта да но иногда бывают дни когда вот белая или желтая бусинка с ярким стопорным кембриком ну прям дает ощутимый прирост в количестве поклевок подлещика у нас кстати перебить я немножко наоборот то есть голый черт работает лучше чем чертик с обвесом сколько раз я заметил пробовал обвес вешаешь но мне поклевок и все голый пожалуйста ловит по форму кстати ты сказал чертовсинк у меня тоже чертовсинка любимый один из любим вообще две любимые формы этого чертовсинка и каплевинная форма я ее обозвал плотвиной такие плотвиной черти она же черт капля как угодно в общем самые такие универсальные хотя принципе все формы черта работают нормально и еще один можно наверное сказать что класс мормышек это также мои самодельные мормышки это нимфа шарики значит какая была идея как известно у нас водоема ходится достаточно большое количество различных насекомых это паденки это веснянки ну и различные комарики и так далее и была задумка сделать такую мормышку которая визуально напоминала бы природный прототип но потом я решил пойти немножко дальше и сделать сюда еще один раздражающий элемент это поставить шарик такой же как на гвоздях которые делается вот то есть мы получили уже и визуальный и шумовой эффект вот получилось такая мормышка которая достаточно хорошо работа цвета тоже разные есть и вот именно весной этой у меня начал хорошо работать цвет машинное масло то есть такой цвет как вот силикон в микро джиги используют вот такой цвет прям вот выстрелил на одной рыбалке я даже не ожидал привязал достаточно большого веса не по шарик его начал ловить прям плотву который я в камеру не видел начала проклевываться плотва больше 150 грамм а у нас там на реке такая плотва это уже трофей считается ну вот в принципе наверное все ну кстати нимфа шарики работает и на горе-море вот до володя приехал в гости мы с ним ловили на нимфа шарики хорошую плату до самая крупная плотва была поймана именно нимфа шарик с красной головкой любить любителям горе-море рекомендую мормышка реально работает но я почему ее не выделил среди любимых как бы будут честен с вами да я ее еще только вот разлавливаю то есть володя не особо давно их сделал поэтому в арсенале они у меня появились относительно недавно и мне немножко не хватало вера то есть я вот как-то к новым мормышкам всегда так с осторожностью отношусь но просто как володя сел и начал ловить на нее блин а у меня ничего не клевало и я уже все я уже понял что нужно их пробовать разлавливать и возможно эта мормышка также займет почетное место в моем арсенале ну и подводя итог следует отметить то что мормышечки все-таки нужны нужны мормышки и нужны мормышки разные потому что условия ловли бывают разные настроение у рыбы тоже бывают разные сама по себе рыба бывает разная и чем больше на рыбалку ходите тем больше этих нюансов узнаете и тем более правильными мормышками для ваших условий наполняется ваша коробка сломя голову бежать в ближайший магазин искупать все что там есть нет никакого смысла для начала хватит примерно десятка мормышек ну что-то вот из того что мы вам сегодня показали я думаю что это будет более чем достаточно а потом когда вы обрастете нюансами местных водоемов вы поймете что вам конкретно надо и уже будете более целенаправленно и более более правильно наполнять свою безмотыльную коробку но мормышек много не бывает мормышек много не бывает